Всем привет, с вами канал Хардкавер. А вы замечали, как последние лет этак десять каждый новый автор Железного Человека выдавал герою новую пассию? А вот про каноничную возлюбленную героя Пеппер Поттс уже давно никто не вспоминает. Ну да, ну да, пошел я нахер. Например, вранье у Бендиса была Мэри Джейн. Да, они не встречались, но она исполняла роль своеобразной потс. Слот пытался прописывать отношения между Тони и Оссой, а потом пришел Кентвелл и пытался поженить Старка на Пэтси Уолкер. Теперь же очередь Джерри Даггана захапать себе этого дамского угодника. Так как алкоголь сейчас дорогой, по совместительству тот же самый сценарист заправляет и мутантами. Так что, видимо, именно поэтому Джерри решил свести Старка с Эммой Фрост. Люди Икс. Выпуск 26. Начнем с небольшой предыстории. Как, возможно, вы уже знаете, нам на голову упал Fall of X. Кстати, ссылка есть в описании. Мутанты вновь проиграли. Небольшая горстка выживших пытается отомстить Орхис. Среди мутантов также затесался и Уилсон Фиск, бывший кингпин и мэр. Он надеялся провести остаток дней со своей женой, Тифозной Мэри, на райском острове. Но краку опало. Более того, у него забрали жену, поэтому Фиск также измазался в этой истории. Эмма решает, что более безопасным вариантом для нее будет уйти в тень. Ее считают либо погибшей, либо взятой в плен. Новым белым королем стал Фиск. Также в клубе адского пламени в качестве черного короля оказывается Тони Старк. У Тони все тоже не очень хорошо. Он в очередной раз профукал компанию, которую выкупил представитель Орхиса в Пейлонг. Именно поэтому сейчас стражи, охотящиеся на мутантов, также обладают технологиями Старка. Тони решает погрузиться на дно, изображая раннего Роберта Дауни-младшего. А именно, решает стать эпатажным алкоголиком. А тролли его отвлекает мисс Скэндл. Хейзел, она же альтер-эго Эммы Фрост, предупреждает Старка, что его крот Ворхис в виде фаерстар находится в опасности, потому что мутант-убийца уже на пути к ней. И да, подмечу, мы с вами обсуждаем историю зарождения любви Тони и Эммы. Потому увлекательные сторонние линии, такие как, например, про Камалу, мы опустим, чтобы уж слишком интересно нам не стало. Охотником на Анжелику оказывается Китти Прайд, которая сразу верит в рассказ Рыжей и оставляет ее в живых. Китти докладывает обо всем Эмме, а также о том, что Скотта им так и не удалось найти, хотя прошли недели. Фрост жаждет мести и возвращается в клуб. Она хочет прикончить Фейланга, но в этот раз уже Старк хватает ее под руки и уводит в уединенную комнатку. Тони говорит, что Фейланга нельзя убивать, он обладает слишком важной информацией. Нужно сделать все правильно и аккуратно. Будем бить сильно, но аккуратно. Эмма угрожающе снимает кольцо. Тони уверен, что та не посмеет тронуть его разум. Но Эмма коленом трогает у него кое-что другое. Дверь в комнату открывается и в комнату входит Фейлонг, который видит, как Тони с кольцом в руке стоит на коленях перед Хейзелл, скорчившись от боли. Вот эта сцена. Это не то, что вы подумали. Это не то, чем кажется. Это не то, как выглядит. Непобедимый железный человек. Выпуск десятый. А теперь посмотрим на эту историю со стороны Старка. Ой, у меня ощущение, как будто я играю в один из ранних резидентов. Там тоже есть сценарий из-за разных героев. В общем, его хоуми-братан Роуди оказался в тюрячке. Благодаря связям Тони удается незаметно поговорить по телефону с заключенным и предупредить его об опасности. На Роудса нападают другие заключенные, но тут уже его подстраховал Уилсон Фиск. Он нанял песочного человека и живого лазера, чтобы те защитили Джеймса. Фейлонг получает уведомление о провале покушения. Та-дам! Провал покушения. Тут же нам показывают флешбек, что именно Эмма свела Фиска и Старка. И вот тут мы переходим к тому моменту, как Тони замечает, что Эмма готовится атаковать Фейлонга и хватает ее под руку. Фрост бьет Старка и говорит, что злодей будет мертв через 30 секунд, а Стражи будут тут через минуту. Старк говорит, что она может убить Фейлонга, но это не убьет его машины. Тони не знает, как устроены новые Стражи и ему нужно время, чтобы разобраться в этом. Старк просит дать ему немного больше времени и просит Эмму надеть кольцо обратно. Открывается дверь и эту картину видит Фейлонг. Эмме и Тони не остается ничего, кроме как продолжать играть сцену. Хейзел соглашается на предложение Тони и пара целуется. Позже Тони в разговоре с Фейлонгом благодарит того, за то, что лишил его компании, брони и прочей головной боли. Без этого он бы не смог выйти на пенсию и сделать предложение любимой женщине. Ему якобы нужен был этот пинок под зад. Волшебный пендель, говоря по-русски. Злодей спрашивает, приглашен ли он на свадьбу. Тони отвечает, что нет. Фейлонг говорит, что у Тони не будет спокойной жизни, пока тот не расскажет, куда сбежала Фрост в броне Железного Человека. Тони отвечает, что она на Марсе, как вы и хотели. Героям приходится сделать заявление о помолвке, чему Эмма явно не рада. И на вопрос, называть ли ее теперь миссис Старк, Фрост молча выпивает залпом целый бокал. Далее по плану парочка отправляется в Лас-Вегас. Тони отмечает, что по факту штамп в паспорте получит только он. Ведь Кэндл Хэйзл – лишь ее прикрытие, которое она сможет выкинуть в любой момент. Проведя показательный вечер с ужином и танцами, парочка отправляется в номер. Старк надевает свою новую стелс-броню и говорит, что у него будет занятная ночка. Эмма отвечает, что у нее тоже есть дела, и если завтра она не придет в часовню, то она либо мертва, либо даже Фейкова не готова выходить за него замуж. Тони понимает, что его новая броня не поможет им выиграть войну, поэтому придется украсть кое-какие технологии. Напоминаю, данный костюм подавался как стелс, а на экране вы видите, как Тони, не привлекая внимания никакого абсолютно, крадет оборудование, которое на грузовике забирает Дэдпул. Утром Старк возвращается в номер. Сменив костюм, он отправляется в часовню. По признанию самого Старка, он не волновался до тех пор, пока не открыл дверь. Ведь Хэйзл выглядела потрясающе. Естественно, на свадьбу заявляется Фейланг, после чего Фрост использует свои способности, чтобы вместе с Тони проникнуть в его разум. В разуме Фейланга Тони видит видеообращение к нему своего отца. Старку просто повезло, ведь у Фейланга буквально фотографическая память. В этом сообщении говорится, что Говард отправляется на поиски особого металла, которого нет в периодической системе Манделеева. Это слишком важное открытие, и он должен это сделать ради всего человечества. Фейланг пытается сопротивляться, но у Эммы все под контролем. Также она делает ловушку в голове злодея. Если он подумает, что Хэйзл и Фрост – это один и тот же человек, кто испытает головную боль, а подобная мысль будет заблокирована. Фрост решает копнуть поглубже, и герои узнают, что родители Фейланга были мутантами, в отличие от него. Тони говорит, что он узнал все, что хотел, и теперь судьба негодяя в ее руках. Эмма подытожила, что могла бы заставить его во всем признаться, но тогда его просто убьет Орхис. А она все-таки хочет, чтобы правда всплыла, поэтому оставляет Фейланга в живых. События вновь возвращаются в часовню. Священник объявляет Энтони Старка и Кэндл Хэйзл мужем и женой. Герои целуются. Фейланг предлагает Тони снова подумать над тем, чтобы присоединиться к Орхис. Конечно же, после медового месяца. Уезжая на свадебной машине, Эмма рассказывает Тони, что его отец искал металл под названием Мистериум. Его могут добывать только мутанты из некоего места за пределами пространства и времени, которое они называют горячей белой комнатой. Эмма протягивает Тони свой икс-медальон. Сколько Мистериума здесь, спрашивает Тони. Если мы смогли бы покинуть этот мир вместе, я смогла бы дать тебе сколько угодно, отвечает Эмма. Нужно все, дерзко отвечает Старк. Что же выйдет дальше из этого фейкового союза? Только время покажет. А вообще, это был гениальный ход со стороны Марвел. Свадьба как бы и есть, поэтому можно набить полки магазинов, различными выпусками с вариантными обложками с Эммой в белом платье. Это разбирает лучше, чем свежую шаурму. А когда народ устанет от этого союза, автору будет очень просто вернуть статус-кво персонажам буквально за одну страницу. Просто стратегический союз им более невыгоден, и они расстаются, вот и все, не надо там отношения прописывать. И все довольны, пополняются как кошельки боссов издательства, так и полки коллекционеров. И волки сыты, и овцы целы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok